Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия. Сейчас самые ожесточенные из них, конечно, идут в районе города Севердонецк, где попала в окружение украинская группировка войск на предприятии завода Азот. Но на этом неудачи украинской армии продолжаются, потому что возле города Светлодарск, там на Углегорской ТЭЦ, тоже засела очень большая группировка украинских войск и держат там оборону. Но тем не менее, с учетом того, что ряд поселков сейчас рядом с этой ТЭЦ уже перешел под контроль Российской Федерации, то они, по сути, буквально сейчас вот уже оказались в котле. Потому что сейчас уже идут бои в районе поселка Семигоры, и это означает, что группировка на Углегорской ТЭЦ, она уже находится в котле, как только этот поселок полностью перейдет под контроль вооруженных сил Российской Федерации. На фоне этого Давид Арахамия, глава партии «Слуга народа» Зеленского, делает заявление, что каждый день боевых действий в Украине стоит как минимум одной тысяче солдат, убитыми и ранеными. За счетом того, что при боевых действиях обе стороны всегда занижают свои потери и увеличивают потери противника, то можно сделать вывод, что все-таки даже вот эти цифры, которые озвучил Арахамия, они очень серьезно занижены, и потери и убитыми, и ранеными, они значительно больше. Также большие потери украинской армии в первую очередь связаны с тем, что на фронт, по сути, отправляют абсолютно неподготовленных людей. Об этом уже и говорили и в офисе президента, и Минобороны Украины. Я не подтверждаю, что людей без какого-либо опыта отправляют на передовую. Но, как известно, в Украине на передовую отправляют далеко не всех пригодных к воинской службе. Вот, например, давайте послушаем заявление друга Зеленского. Я так подумал, значит, ну, если вот я, я это Роман Украинский указал в Украинской правде, вот, дивись, я пришел, у меня никаких навыков нет, ничего. У меня первый день ловит снайпер и стреляет. И чем я до помеха, и не? Ничем. И тут комик, друг Зеленского, заявляет, что чем же я могу помочь государству, если я не имею боевого опыта? Меня же ведь сразу в первый день там могут убить. И, собственно, каким образом тогда мне туда ехать? И, конечно же, этому персонажу никакой военком в Украине повестку не вручит. Потому что, как известно, друзья Зеленского, конечно же, они не идут в армию, их не призывают. И поэтому, пока обычные украинцы погибают на передовой без какого-либо опыта, такие персонажи, которые очень близко находятся к Зеленскому, ходят по телеканалам и раздают интервью. Только то, что будут хейтеры хайповать на этом и сказать, фух, слава богу, он помер, знаешь? У-ху, давай, вот это, гулянки тут устраивают. Не дай бог. Не, 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 я пока что не собираюсь. Ну, видите, друг Зеленского не собирается ни на какую передовую, потому что, ну, нет у него опыта. А то, что там обычные украинцы погибают, так какая разница? У них же нету хейтеров, которые смогут потом каким-то образом поглубиться над их гибелью. Поэтому, собственно, логично, друг Зеленского приходит к выводу, что ему там точно делать нечего. И главное, удивительно, что морда-то такая откормленная, здоровая, и вроде как, знаете, физически достаточно развит этот персонаж. И здесь мы видим, что, ну, просто, знаете, не возжелал пока на фронт ехать. И если раньше, знаете, в тоталитарном Советском Союзе, то там даже Иосифа Виссарионовича, там сыновья на фронте воевали. И, конечно, у руководства коммунистической партии тогда, конечно же, все близкие и родственники тоже были на фронте. Но, тем не менее, в современной Украине это все не принято. Элита, она, конечно же, на фронт никогда не попадает. А вот, знаете, чернь, как говорится, как они называют, по сути, украинский народ своими поступками. Вот эти люди как раз на фронт и попадают. И как бы пафосно не звучали речи на украинских телеканалах, которые принадлежат украинским олигархам, которые, как известно, лучшие друзья Зеленского, и их тоже на фронте нет, то все равно в конечном итоге у украинских солдат, которые сейчас там в окопе, реальной мотивации умирать за Зеленского, за Коломойского, за Ахметова реально нет. А вот у противоположной стороны, у тех же граждан Украины, которые из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области, вот там мотивация совсем другая. Давайте послушаем. Стыдно за то, что одну страну потерял. Сейчас не хочу потерять эту. Мотивация одна. Стирает пятно позора за потерю СССР. И несмотря на различные современные вооружения, которые сейчас поставляют из-за границы, то по факту все равно решает боевой дух солдат на передовой. И здесь, как говорится, очень серьезную историю играет аргументация. А вот в аргументации здесь у украинских так называемых националистов полный провал. Потому что когда они рассказывают, что они там за украинскую землю воюют, то это, конечно же, ложь. Об этом знает каждый украинец. Потому что украинская земля вся находится в частной собственности у олигархов. Как украинских, так и международных. И реально украинской земли в Украине практически не осталось. А вот у заграничных олигархов ситуация совершенно другая. Потому что они недавно еще пропихнули через Зеленского закон о продаже в частную собственность украинской земли иностранным компаниям и корпорациям. И, как известно, этот закон уже вступил в законную силу. И сейчас у вот этих заграничных олигархов гигантское просто количество украинской земли. Именно поэтому они сейчас, вот эти западные олигархи, через свои правительства сейчас наводняют Украину максимальное оружие. Поскольку хотят защитить свою частную собственность. Давайте послушаем за одну из новинок вот этого западного ВПК, которое сейчас применяется в Украине. Стоим на своих рубежах. Вот впервые украинской армии были использованы дроны Камикадзе импортного производства. Были использованы по моим бойцам на позиции. Два раза. Оба безуспешно. И можно видеть в этих словах разные закономерности. Но факт остается фактом. Вот этих вот беспилотников Камикадзе нету в армии Европы. Нету в армиях даже Соединенных Штатов Америки в нужном количестве. И сейчас мы видим, что они просто в изобилии находятся в Украине. И конечно же управляют ими украинцы, которых обучали и прочее. И то, что сейчас вот эти, знаете, беспилотники Камикадзе мажут мимо цели. Причем это регулярно происходит. То здесь скорее всего мы просто видим, что с украинской стороны, ну не горят желания наносить максимальные потери российской армии. Понимая, что это чужая война. Понятное дело, что понимают это далеко не все украинские военные. И особенно те, которые прошли подготовку в западных странах. Но тем не менее, очень большой процент таких вот адекватных здравомыслящих украинцев есть и в вооруженных силах Украины. И конечно сейчас там они делают все необходимое для того, чтобы вся вот эта война поскорее закончилась. Нужно понимать, что сейчас в Украине забирают в армию всех подряд. И конечно, если человек уже и попал в армию, то он может там очень много сделать хорошего. Может вот эти супер дорогостоящие беспилотники просто, знаете, стрелять в землю ими. Это очень дорогая история, потому что каждый такой беспилотник стоит космических денег. Можно, знаете, дживелином, например, выстрелить не в ту сторону или, например, не попасть. Таким образом, знаете, один выстрел из дживелина это сотни тысяч долларов. И это тоже, как говорится, вклад адекватного человека в окончание войны. Ну а вот кто делает вклады в развитие военных действий, так это же, конечно же, Соединенные Штаты Америки. И главная причина, она всегда кроется в деньгах, причем очень и очень больших громадных деньгах. Давайте разбираться. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки структура, которая печатает деньги, это не государственная структура, это частная структура, которая занимается финансовым регулированием в американской экономике, то вот эта структура подняла очень серьезно базовую кредитную ставку. Впервые с 1994 года процентная ставка в Соединенных Штатах, она поднялась более полтора процента и даже достигает одного процента 75 сотых процента годовых. При этом чиновники прогнозируют, что до конца года процентная ставка в ФРС будет повышена как минимум до трех процентов. И для обычных граждан, которые не разбираются в экономике, это вообще ни о чем не скажет. Но тем не менее, для любого экономиста это ясная картина касательно того, что у Америки начались очень серьезные проблемы. Потому что чем выше эта процентная ставка, тем, конечно же, сложнее американцам отдавать кредиты, которые они берут в американских банках. А как известно, западный мир весь построен на кредитах. И естественно, таким образом, самой Америке уже будет брать в долг гораздо сложнее. Потому что, как известно, самый большой долг в мире, больше триллиона долларов, это, конечно, у Соединенных Штатов Америки. И возможность выплаты процентов по этим кредитам, по этим долгам, то они сейчас будут очень-очень существенно затруднены. Потому что, конечно же, повышение базовой ставки, оно будет очень серьезно бить по возможностям Америки оплачивать свои долги. И лучшее лекарство во все времена для Соединенных Штатов Америки от подобного рода ситуации, это была война. И, конечно, сейчас Соединенные Штаты Америки делают все необходимое, чтобы война в Украине полыхала как можно ярче. На этом фоне Пентагон уже заявила о выдаче в Украине очередной партии оружия и гаубицы, и РЗСО, и что только там не предоставляют, лишь бы воевали. Друзья, а теперь небольшое, но очень важное объявление. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там я выкладываю все то, чего не могу выложить здесь на Ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Но на этом фоне в украинскую прессу уже начали просачиваться данные касательно того, что уже американские наемники попали в плен к россиянам. Эту информацию не подтвердил российский генштаб, но тем не менее можно сделать вывод, что они либо погибли, либо все-таки оказались в плену, и сейчас разбираются, кто они, что они и что они делали в Украине. Но тем временем руководители Франции, Германии, Италии и даже Румынии приехали в Киев для того, чтобы встретиться с Зеленским. И уже по традиции, как и все европейские политики, эти персонажи поехали в пригород Киева, Бучу, Ирпень и так далее. Это те самые города, которые рядом возле Киева расположены, и в эти самые города зашли российские войска. И эти российские войска месяц накрывали артиллерией, и накрывали это, конечно же, вооруженные силы Украины. Били по этим городам и системами залпового огня, и, конечно же, со всех калибров, которые только имела украинская армия. И, конечно, от этих обстрелов страдали, как и обычные мирные украинцы, которые там находились, и страдала, конечно же, российская армия. Но почему-то сейчас европейских политиков возят туда и показывают результаты, по сути, обстрела украинской артиллерии. И это, конечно же, знаете, наводит на определенные мысли, что, скорее всего, этих политиков туда привезли для того, чтобы они оценили все-таки, как украинская армия может бить по своим же городам артиллерии и системами залпового огня. И, конечно же, скорее всего, логика украинского руководства заключается в том, чтобы европейцы одобрили эту тактику и, конечно, выделяли деньги потом на восстановление всех этих домов. Мои мысли подтверждаются еще тем, что и Макрон, и прочие европейские лидеры, они выразили, что все-таки после того, что они увидели, то они, конечно, выделят Украине дополнительную финансовую помощь. Конечно, наивно полагать, что эта финансовая помощь реально дойдет до жителей Буча и Ерпеня, которые реально потеряли свое жилье. Скорее всего, она просто растворится на уровне тех чиновников, которые очень сейчас активно на этом всем зарабатывают. Но, тем не менее, факт остается фактом. Ну, а тем временем Российская Федерация, конкретно Газпром, начал, знаете, играть на повышение. И заявил, что для того, чтобы все-таки продолжить прокачку газа в полном объеме, необходимы, знаете, различные турбины и агрегаты компании Siemens, которая, как известно, сейчас не может работать с Россией, потому что санкции. И, таким образом, Российская Федерация поставила Германию и всю корпорацию Siemens в очень интересное положение. Если, мол, хотите газа, тогда будьте добры, снимайте санкции. Если вы не хотите газа, тогда мы просто будем потихоньку-потихоньку понижать прокачку газа в Германию. И, таким образом, будет страдать и германская экономика, и экономика всего Евросоюза. На этом фоне, конечно же, цены на газ сразу полетели вверх, и, собственно, получается, что Российская Федерация, хоть и понижает объемы прокачанного газа в сторону Евросоюза, по деньгам она только выигрывает. Что выберет Евросоюз, экономику или все-таки санкции, то это, конечно же, мы в ближайшее время узнаем. Но вот, например, одна страна, которая страдает, знаете, оголтелой русофобией Эстонии, она выбрала все-таки деньги и, конечно же, не выбрала санкции. Потому что, как оказалось, Эстония, у которой нет ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличивает поставки мазута в Саудовскую Аравию. И тут не надо быть суперэкспертом для того, чтобы понять, что просто Эстония максимально зарабатывает для того, чтобы обходить европейские санкции и продавать российскую нефть уже дальше, знаете, в другие страны. И, конечно, мы четко должны понимать, что Эстония расположена возле Российской Федерации и составами нефти заходит, получается, в эстонские порты, а дальше попадает на международный рынок. И получается, вроде как Европа вводит санкции, Америка вводит санкции, и тут же та же Европа и Америка ищет пути, каким образом эти санкции обойти. Ну а в Украине в это время без изменений, потому что вот очередной умовный омбудсмен решил все-таки, что нужно срочно избавиться даже в интернете от всего российского. И нужно обязательно, чтобы каждый сайт был на украинском языке, и это уже закрепили даже законом. Ну а вот уже, например, Хмельницкая область, также подхватив этот тренд, знаете, русофобии, они решили, что любой культурный продукт российский, он запрещен на территории Хмельницкой области. Такое же решение приняли ранее и в Львовском облсовете, но там, с учетом того, что некоторые депутаты уже встали на лыжи, как только начался конфликт, там уже все-таки начинают потихоньку понимать, что ждет Львов и Львовскую область, и в принципе западные области, особенно с учетом заявлений польского руководства и абсолютно неадекватного ответа со стороны украинского президента в отношении того, что, по сути, Польша плавно и методично забирает себе всю Западную Украину. Ну а пока там, на Западной Украине, Польша продолжает выдавать свои паспорта, на сегодня у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании и первым комментариям под видео, потому что там можно всегда сказать значительно больше, чем на ютубе. До скорого!